Село Воздвиженка – одно из самых крупных в округе. За прошлый год здесь сделано многое. Например, в школе заменены оконные блоки, установленные домофоны в группах детского сада. На это потрачено чуть больше 1 миллиона рублей. На улицах Ленинской и Заречной нарезаны кюветы и уложены водопропускные трубы. На Воздвиженской территории выполнялись работы в рамках программы благоустройства территории Уссурийского городского округа. На уборку крупного мусора и выкашивание травы было израсходовано 82 тысячи рублей. Вывезено с Воздвиженской территории 80 кубометров отходов на сумму 70 тысяч 255 рублей. Это в рамках программы охраны окружающей среды Уссурийского городского округа. Расписание автобусов – вопрос, который волнует всех жителей села. Общественный транспорт из Воздвиженки ходит примерно раз в час. Перерывы совпадают с автобусом из Михайловки и уехать порой практически невозможно. Техника старая и холодная. А тут еще перевозчик поднял стоимость проезда. Причем не на 2 рубля, а в 2 раза. Проезд в автобусе. Нам капиталы 51% повышены. Это в связи с подорожанием Миндина на 2-3%. Перевозчик, который окажет услуги на нашей территории здесь, не совсем такой порядочный. Но мы с ним работаем. И мы обратились уже на наши службы. И в прокуратуру, и в полицию. Я думаю, в течение недели он услышит нас с вами. И цены, я думаю, снизит. Если нет, значит у нас зайдут другие перевозчики. В жилищно-коммунальном хозяйстве в прошлом году работа выполнена на сумму более 6 миллионов рублей. На улицах Молодежная и Ленинская отремонтировано оборудование тепловых сетей. Произведена реконструкция котельной. Шесть колодцев водопровода заменили на улицах Бадыгина, Молодежной и Ленинской. Перемены в сфере ЖКХ жители заметили. Однако один вопрос все-таки возник. Я живу по Октябрьской улице. У нас уже два года назад провели стамбы электрические. Ну, электричество не проводят. А вот эти старые линии у нас даже 150 киловатт даже нет. У холодильника, вообще нет, нет напряжения никакого. Как пояснил главный инженер филиала сети ДРСК Дмитрий Пестряков, жалоб от жителей к ним не поступало. Чтобы мастера разобрались в проблеме и приступили к работе, необходимо написать заявление. Специалист заверил, что эту ситуацию возьмет на личный контроль. Много вопросов звучало и по водоотведению. Нет трубы по улице Холкозной, перевесной, Коктябрьской. Мы уже три года тонем, затапливаем нас. Нам откажется всех выпасов и результатов нет. Евгений Корж отметил, что на работы по водоотведению, как в городе, так и в селах, в 2018 году в местном бюджете запланировано достаточное финансирование. Как только потеплеет, работы начнутся и в селе Воздвиженка. Мы не все можем на всех территориях вправить приветы. Но я думаю, что в этом году мы положим трубу и оправим дополнительные приветы. Уже давно жители переживают, что на селе нет уличного освещения. Евгений Корж отметил, свет будет, но не в этом году. Следующие встречи жителей с главой администрации пройдут 31 января в гарнизоне в Воздвиженском, 1 февраля в селе Корсаковка, начало в 18.00.